На очередном заседании оперативного штаба по прохождению отопительного сезона рассмотрели текущие проблемы в области ЖКХ. Обсудили вопросы восстановительного благоустройства после проведения зимних ремонтных работ. Острой темой заседания стало ухудшение качества питьевой воды, поступающей в многоквартирные дома. В период прохождения весеннего паводка ежегодно в городском округе отмечается ухудшение качества водопроводной воды, поступающей в жилые дома. Весна этого года не стала исключением. В администрацию города уже начали поступать жалобы от горожан на низкое качество питьевой воды. Устные обращения поступают и письменное поступило с двух домов. Мищенко 2,4, а устные поступают с Костникова, Ленина, о том, что вода поступает некачественно, что фильтры показывают наличие каких-то подозрительных примесей зеленого цвета. Люди просят разобраться. Власти города оперативно реагируют на обращения граждан. Водоснабжающей компании рекомендовано провести лабораторные исследования от убранных проб воды, установить причины временного ухудшения качества питьевой воды, принять меры по нормализации ситуации. Шла речь на штабе также о режиме обеспечения населения горячей водой в летний период. Хочу вас попросить предоставить информацию для размещения в средствах массовой информации по планируемому отключению горячей ГВС на летний период. Как и что будет происходить и в связи с чем. Поступает уже обращение жителей, чтобы это было все грамотно, со сроками, с обоснованием. Просим предоставить в наш адрес информацию. В качестве отдельной темы на заседании обсудили вопрос восстановления благоустройства на участках, где в зимний период времени проводились ремонтные работы. Руководству теплоснабжающей компании предложено составить график проведения восстановительных работ, предоставить администрацию города план ремонта инженерных сетей, намеченного на предстоящий весенний-летний сезон. Можете дать? Могу. Предварительный, так сказать, предварительный. Потом и получат корректирование. Полностью по участкам. Да. То есть на восстановление благоустройства по этим у нас в принципе в административной комиссии есть. Да, это в прошлогодние. 259-я школа должна быть отдельной графикой. Вот он у меня, я согласовал с этим самим. Доставляем. И те работы ремонтные по инженерным сетям внешним на 2014 год летний период запланированы. Да, да, да. Все. В городском округе продолжается работа по выбору регионального оператора с целью накопления денежных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Управляющим компаниям ЭТСЖ предложено детализировать информацию по каждому жилому дому для формирования общей электронной базы. Информация небольшая, необъемная, просто надо предоставить ее, чтобы в дальнейшем ее разнести в единую информационную систему ЖКХ. Потому что, я понимаю, у вас есть общероссийский сайт ЖКХ, где вы официально разносите информацию, указываете, но рыться по каждому отдельно, по 176 домам, это очень неудобно. Этот сайт, я не скажу, что он отлажен, работает как часы, бывает он и виснет, и все остальное, я просто не успею. Я вас прошу, как бы обязаны по этому постановлению предоставлять информацию, те, кто обслуживает дома в орган местного самоуправления, по каждому дому отдельно. Небольшая табличка у вас, все это есть. В рамках подготовки городского топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону следующего года, руководителям обслуживающих и коммунальных компаний предписано провести переаттестацию и обучение своих работников, предоставить в отдел жизнеобеспечения планы проведения капитальных ремонтов жилых домов на 2014 год, составить графики промывки и проведения гидравлических испытаний внутридомовых систем отопления.